время прошло еще раз попытка записаться на массаж а может даже прямо сразу сегодня вернее сейчас и получить если никто не записан ага я думаю этот доктор то принимает раз такая толпа да то все к нему со всей индией это уникальный доктор мы хотим вот такой аюрведический какой вид у них из окна женщина где 10 30 придет мужчине могут сейчас сделать массаж а женщина через здесь через час придет сейчас ей позвонят они есть время я вернусь через час окей гурак все он пошел на массаж 700 рупий стоит час у юмейк массаж фухим а дорогой ага ну хорошо ладно три гелс ван ауэ фулл ауэ я знаю но иногда они делают короче я спрашиваю целый час или не целый час здесь девочки делали целый час такой хороший мощный массаж но осенью он стоил 600 рупий сейчас уже 700 ладно вернусь через часик прогуляюсь пока в другую сторону ну вот сейчас наверное закончились закончился даршин раз даже монахи расходятся вот эта дорога к резиденции далай ламы это ящичек с распродажей девчонки себе нашли клеточка вообще красиво смотрится так главное тут не засмотреться красота это натуральный мех меня спросили в комментариях а как же натуральный мех и буддизм и ненасилия монахов ну все мы тут живем симбиозе и монахом кстати особенно там в тибете очень часто не так много что они с той природой могут выращивать и они вынуждены есть и мясо я к и эту шерсть и использовать и шкуры но приходится я вот у лапсанга рам почитала когда ему пришлось ехать в китай ему даже специально над ним специальные обряды проводили чтобы снять чувство вины перед животными потому что там ему нужно было есть мясо там ему не найти было вегетарианской еды в таком количестве как ему нужно было а так они ели там какие-то ячменные лепешки ячмень такой ячмень сикоида чай заваренный очень крепко не сильно разнообразная пища там в тибете молодцы чисто канавки а кто-то не молодец кидает бумажки но здесь конечно не в таком количестве как по другой индии мусорят здрасте мне он с прошлых разов нравится очень улыбчивая многих здесь вот как говорят с годами душа вылазит на лицо у многих здесь видно какая добрая мягкая такая милостивая душа такие люди приятные улыбчивые простые добрые в трудностях выросли тяжелую жизнь провели все равно улыбаются вся жизнь на вкладывается особенно у старичков приятно мне на них смотреть тут цветочек как он пеларгония называется нет не помню не помню вот эти вот розовенькие по-моему пеларгония так учение точно закончились попытка номер три на массаж то сколько машин это тоже наверное оттуда с учения едут не пройти вот так вот только что улица была пустая все здесь вокруг дала и ламы крутишься как много людей в одинаковых зеленых нарядах мы были в том году в тибетском детском доме там по моему дети тоже таких же нарядах здесь вот не так далеко от нас есть тибетский детский дом там больше двух тысяч детей воспитывается нас том году мы туда поехали тоже отвезли до нэшен и нам провели небольшую экскурсию но фотографии дома где они живут не разрешили снимать потому что они говорят до сих пор некоторые дети в опасности многие люди которые бегут из китайского сейчас тибета они их семьи могут пострадать если вдруг кто-то вдруг увидит эти фотографии бегут рискуя жизнью так что думаю вот это вот моя мое направление так люди стоят в очереди к этому доктору удивительным мои то массажистки пришли или нет дождусь саши в начале говорит что пришла моя массажистка ой даже бедненькие а где саши где мой мужик? могу я ему рассказать несколько слов? Ручка Бе Би Би Би? Белый Ей 30 лет, у нее два сына. Она тибетка, говорит. Мы маленькие, но сильные. I have to take my glasses or no? Not necessary. Саши такой непоседа. Поехали, говорит, Драмсалу. Сделаем тебе новые очки. У меня те очки немножко так замутились. Поцарапались. Мне бы сейчас такой массаж, мне бы сейчас после этого массажа прилечь. Он такой хороший. Меня и в прошлый раз просто вырубало после их массажа. Какой-то они делают аюрведический. Его надо делать вечером, наверное, чтобы потом бац и уснуть. Прямо снотворный массаж. Он сильный, конечно, очень сильный. Я аж кряхтела, как она массировала меня. Пашмина свитер. Свитера, говорит. Это вот за 300 типа распродажи. У меня даже, как она массировала, у меня даже сейчас глазам стало ярче всё. Не знаю, что там она за точки нажимала. Она очень много точек нажимала. Ага. Монастырь. Education. Образовательный центр. Общество образовательное. Буддистское. Мне кажется, что я даже видеть лучше стала. Пришлось очки одеть, потому что всё равно очень ярко мне стало. Ой. Very comfortable. Very strong массаж. Да? Да. Он попросил не очень сильный. А мне зашёл... Ага. Зашёл там их с ресепшена, говорит. Тебе какой вам? Какой, говорит. Сильный? Я говорю, да. Чего мне? Ага. Хочет качество посмотреть. Ом сумки. Ом вала. Такие сумочки. Вот такая вот у Саши есть. Такая тоже есть у Саши. У нас обычно у женщины миллион сумочек в гардеробчике. А у нас у Саши. О, какие хорошенькие. Он говорит, это очень жёсткая. Которую первую он... Это 4500 стоит. Ну, а что ты хочешь? Это ручная вышивка. За 800, говорит, я покупал. Это была, наверное, распродажа или какая-то благотворительная акция. Это ж сколько вышивать. Это он у Саду покупал. Саду сидел, вышивал шерстяными ниточками. Одни ниточки только сколько стоят. Такая здесь гористая местность. Байкеры приехали. Аккуратно надо. Хорошо, что вот эти вот новые тапочки не скользят. Некоторые резиновые так скользят, что даже на асфальте едешь. Вот такой отельчик приятной тени. Тоже магазинчики с тибетскими иконами. Тут очень часто вот такие беленькие собачки встречаются. Ну, не так, чтобы очень часто, но именно вот такого дизайна. Не первый раз вижу. Смайл Дентал Клиник. Зубная клиника. Татушки можно набить. Так, что еще? А вот это секонд-хенд. You want to see second-hand? Open. Пошли посмотрим. Я тут как-то купила что-то, несколько вещей. У них классная система. Можно даже сдать свое. Две сдаешь, одну получаешь. Вот так вот люди сдают. Что-то, может быть, купить. Как я люблю секонд-хенды. Тишот, может быть. Ну, Саши там один свитерочек понравился, красненький. Он, если без обмена, 300 рупий стоит, если купить. А если поменять, принести какое-то свое изделие, свитер, джинсы, еще что-то, то 200 на 100 рупий дешевле. И за счет этого он не закупается, а у него просто потихонечку количество вещей увеличивается. Потому что людям надоедает одно и то же свое, что-то надо другое. И вот они приносят. Здесь тоже, я так полагаю, отельчики. А вот это вот желтая одежда монашеская. Манажем, наверное, живут.